Приветствую вас, дорогие мои умные! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Недавно я закончила прогнозы на сентябрь 2019 года по основным сферам жизни. Работа, бизнес, финансы, отношения. Вот, этот прогноз назывался «Мистический сентябрь». Дальше сделала выпуск я и для мужчин на события в сентябре. Вот, теперь, значит, осталось нам поговорить о делах домашних. И сегодня мы этим и займёмся. Ну, этот прогноз для всех, в принципе. И в том числе для тех, кого не интересует карьера, бизнес, любовные дела, кто не работает. Кому интересны только события в доме, в семье, в вашем ближайшем окружении. Вот, как-то так. Итак, друзья мои, начнём расклад картером. И будем задавать им вопросы наши, что нас интересует. Расклад большой. Поэтому места нам понадобится много. Итак, как сложится погода в доме в сентябре 2019 года? Какие дела домашние нас ждут? Ждут вас, вернее, уважаемые умные. Итак, какой будет фон в доме? Какая будет погода в доме? Какие важные события ожидаются в доме? Ну, в доме, в семье? И какие важные события ожидаются в вашем ближайшем окружении? Дальше. Что у нас будет с финансами? Какие события? Финансы для дома. Как сложатся дела хозяйские в сентябре? Так, идём дальше. Как сложатся отношения? Как сложатся общения? С семьёй, с роднёй, с детьми? И последняя позиция, последний вопрос. Ну, какие тайны вас будут окружать? Что будут? Какие-то скрытые дела, может, какие интриги будут? Там, замыслы, что-то, может, магического будет происходить в вашем доме? Или вы будете магичить? Итак, сейчас я посмотрю, как у нас там. Ага, прекрасно. Хватило места даже. Можем вот так вот сделать, чтобы карты было лучше видно. Ну, начнём. Начнём. Итак, друзья мои, погода в доме. Здесь у нас выпала семёрка чаш. Семёрочка чаш. Вот, знаете, такой флёр. В доме будет флёр мечты, что ли. Вполне возможно, что загоритесь вы какой-то идеей. Может, даже, знаете, фантастической, юллюзорной. Ну, вот, захочется вам помечтать. Я бы даже так скажу. Помечтать. Мечтательный фон будет у вас в доме. Мечтательный. Идём дальше. Основные события в доме. Карта умеренности выпала. И карта десятка мечей. Ну, в принципе, знаете, события будут довольно спокойные, гармоничные. Как бы, вроде бы, понимаешь, понимаете, прошла буря. Вот, такое ощущение. Да, были какие-то проблемы. Были какие-то такие, ну, не совсем хорошие обстоятельства, события. Ну, это всё в прошлом. И вы, как вроде бы, понимаете, как вроде бы вы в сентябре приходите в себя. Гармонизируете и себя лично, и атмосферу в доме, как бы, знаете, чтобы было спокойно. И, скорее всего, вы этого достигнете после того, что вам пришлось пережить. Вы этого достигнете. Будет какое-то умиротворение. Вот, знаете, ещё может быть, после перенесённых бурь, после перенесённых бурь и каких-то таких уж очень активных событий, не обязательно негативных. Вот тот же, знаете, переезд, он, казалось бы, не негативный. Наоборот, хорошо, да? Вот. Но после него такая усталость, что мама дорогая. Вот. Кстати, вот фон в доме может ещё говорить, что вы будете много спать. Вот, чтобы прийти в норму, прийти в себя, вам частенько придётся спать. Даже может и так проиграться, кстати. Может, у кого-то ещё, знаете, проиграться. Ой. Такими спокойными посиделочками, с настоечкой, такой, знаете, вечерочечком. Там, особенно после баньки, вот, кто в деревне живёт. Вот. Такое, знаете, умиротворение. Такое, винопитие. Но не напивание, как говорится, до самого не могу. А вот именно как-то вот в таком всё, в семейном кругу, тихо, для настроения. И потом, как говорится, можно спокойненько, после трудов праведных, дневных трудов праведов, спокойненько отправляться в баньки. Вот как-то так. Так, что касается финансов. Ну, вот здесь, друзья мои, потребуются какие-то траты вам на хозяйство. Однозначно. Ну, вот что тут может понадобиться? Вот первое ощущение, друзья мои, первое ощущение, что что-то поломается. Видите, маяк погас. Ну, бывает у нас. То одно сломается, то другое сломается. И вам придётся принимать экстренные меры. Либо отдавать в починку, либо бежать новое покупать, либо что-то ремонтировать. Вот у меня бачок бежит. Вот что с ним делать? Вот собираюсь вызывать мастера. Понимаете, неожиданно. Раз и всё. И побежал. Вот. Ну, вот что-то типа этого будет. Да может, чисто, вот знаете, чайник сломается. И что делать? То ли новый покупать, то ли нести его ремонтировать. Вот, то есть, какая-то экстренная ситуация. Абсолютно. И на неё понадобятся деньги. То есть, вы не рассчитывали свой бюджет на вот такие расходы. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Но самое интересное, самое интересное, что непонятно, почему это случилось. Это может быть... Вроде бы, знаете, если что-то сломается, вроде бы всё работало. Может, даже это и новое что-то. И с какого, как говорится, перепугу оно сломалось, вообще не ясно. Либо, знаете, если, допустим, что-то там с машиной, допустим, у кого-то, и понадобится ремонт, то неясна будет диагноз, неясна причина, почему это случилось, поломка. Может, даже придётся потратить время, чтобы и деньги дополнительные на диагностику. Речь-то идёт о деньгах, понимаете? Речь идёт о деньгах. Вот такие неясные ситуации и обстоятельства, которые заставят вас тратить дополнительно деньги на это. Вот так бы я сказал. Что касается дел хозяйских. Дел хозяйских. Король у нас здесь выпал. Жезлов, маг и тройка пентаклей. Тройка пентаклей. Вот, кстати говоря, то, что по ремонту, вполне возможно, что вы будете вызывать мастера для этого. И придётся тратиться на мастера. То есть, сами вы не сможете отремонтировать. И, естественно, дополнительные расходы, оно не всегда есть хорошо. Точнее, оно всегда не есть хорошо. Но, тем не менее, настроение у вас довольно-таки боевое. Вы там, как говорится, всё проконтролируете этот весь процесс. Домашние. И вообще, все домашние дела в сентябре, я вам скажу, вы будете держать под таким очень хорошим-хорошим контролем. Как говорится, контроль и учёт. Контроль и учёт. И более того, вы будете первой скрипкой. Вы будете решать, как что делать, куда идти, куда тратить деньги, кого приглашать в гости, когда, как говорится, чаепитие устраивать, когда работать. Вот, понимаете? То есть, и причём вы будете так умело руководить процессом домашних дел. Ну, просто вот вам можно даже посоветовать. Вот, как-то так. Да, как-то так. Ну, и планов у вас громадьё. Планов у вас громадьё. Понимаете? И эти планы у вас, и намерения, так скажем, в сентябре, они будут направлены, скорее всего, для... Ну, я бы сказал, для себя. Для своего комфорта. Для получения каких-то себе бонусов. То есть, нет, вы не будете, конечно, забывать и о членах семьи, это само собой. Но, вот, видение, как должно быть хорошо, это будет только ваше. Как говорится, я сказал, значит, это правильно. Вот, что-то вот по этому принципу. Вот. Ну, ещё можно, знаете, что добавить? Какое-то будет... Ну, я не скажу, что постороннее вмешательство, но какое-то влияние в сентябре месяце будет оказывать на вас какой-то человек, понимаете? Довольно энергичный. Каким-то образом он будет вмешиваться в ваши дела. Я не знаю, может, это ваш отец, может быть, свёкор, понимаете? Ну, вот как-то он будет очень даже активненько вас направлять. И даже, знаете, может быть, как зажигалочка вас, подкидывать вам идеи довольно интересные, и принимать активное участие в ваших делах. Да, это вполне возможно, что либо отец, либо свёкор, либо какой-то ближайший родственник, старший, может быть, даже вас. Ну, не факт. Главное, что вот он такой очень-очень энергичный, самостоятельный, знающий, своего рода эксперт. Но энергии в нём мама дорогая. Вот как-то так, друзья мои. Что касается отношений, общения. Ну, вот в семье, в семье, ну, четвёрочка чаш у нас выпала. Ну, скажем так, относительно всё спокойно как-то. Так, тихо, вот, точно, друзья мои, тихо. Ну, может быть, даже, знаете, отношения похожие, как были вчера, как завтра, как позавчера были, понимаете. Изменений я никаких не вижу. Они такие умиротворённые, безэмоциональные, какие-то вот спокойные. Ну, я не скажу, что равнодушные, но вот вас они будут устраивать, понимаете. Вот вас никто не трогает, вам никто не мешает, вам никто препятствия в колёса не ставит. И, в принципе, соответственно, чего вам, как говорится, там воду мутить и наводить порядки, когда всё, в общем-то, нормальненько. Что касается отношений с роднёй, вот, кстати, может быть, со стороны родни прилететь какой-то нежданчик. Может, кстати, вот это и быть король. Может, он к вам приедет неожиданно, родственник этот, вполне возможно. Причём, как говорится, без объявления, без предупреждения. Раз, как говорится, и привалит. Ну, вас, конечно, это ведёт в шок, некоторые в растерянность, ну, естественно, не ждали, когда гость появляется. Первое ощущение, боже мой, что же делать? Как бы уже быть-то? Это же человека надо дополнительно накормить. Дополнительно где-то спать уложить. Создать для него приятные условия, чтобы ему было комфортно в гостях. То есть для вас вот это будет нежданчик. Что-то вам родня выкинет. Не обязательно вот приезд, допустим, или какой-то выпад, может быть, со стороны родни. Не обязательно приезд. То есть выпад какой-то, какой-то поступок, какое-то поведение такое, что вот несколько вы его не ожидали, такое поведение в вашу сторону. Потому что мы говорим об общении. И вам придется, как говорится, быстро ориентироваться, как дальше общаться с этим человеком, как с ним поступить, что говорить, что делать. Вот как-то так, друзья мои. С детьми, ну, с детьми тут, возможно, возникнет ситуация выбора. Да, выбора, вернее, ситуация принятия решения даже, может быть. То есть могут сложиться обстоятельства, когда надо будет решать, что, как поступить с детьми. Может быть, они помогут, вернее, попросят о помощи. И вы будете решать, как помочь. Если это деньги, то какую сумму. Ну, кстати, вот вполне возможно, что, я вот говорил о деньгах, то вполне возможно, что вот неожиданно понадобятся на что-то деньги. Да, вполне возможно, это со стороны детей, что они попросят, если они не с вами живут, попросят у вас дополнительной финансовой помощи, и вам придется тут ориентироваться, перекраивать свой бюджет. Если они с вами живут, то, значит, какие-то обстоятельства заставят тратить на них больше, чем, допустим, вы рассчитывали. Либо их поведение. Ой, извините. Либо их какие-то поступки, поведение вас, так сказать, озадачат. Озадачат, и вы будете ломать голову, как говорится, вот как в этих обстоятельствах поступать, что делать. Если это там связано что-то с законом, допустим, или, ну, не обязательно, конечно, с законом, неважно, какие поступки, то придется вот именно маленечко подумать, что делать. Либо как помочь, либо как с ними себя вести дальше, как с ними дальше поступать. Ну, может такая возникнуть необходимость. Да, может возникнуть необходимость. Что касается тайн, интриг, каких-то скрытых дел, у нас тут выпала четверка Пентакли. Вы знаете, друзья, я не исключаю возникновение такой ситуации, потому что мы на рисунке видим большую-большую девочку, или девушку, тут трудно понять, да, и у ней стоит задача, у ней стоит задача попасть в эту маленькую дверцу, что, в принципе, нереально при ее габаритах. И у меня слаживается ощущение, что может возникнуть ситуация у вас, когда нужно будет что-то узнать, что-то такое узнать, что очень сложно узнать. Может быть, действительно, кто-то там будет против вас какие-то интриги плести, может какие-то, не знаю, дела какие-то делать за вашей спиной, вот за этим забором, и вам захочется узнать, а что же там в действительности замышляется. И, кстати, не исключено, что это связано с деньгами. Денежный какой-то вопрос, денежный интерес, вот, поэтому может быть, может быть вот такая, скажем так, ситуация таинственности, что ли, запутанности, неопределенности, ну, как-то так, друзья мои, как-то так. Вот, знаете, мне вот эта луна, она также на позиции здесь у нас финансов, она также может быть вполне возможно говорить о наличии какой-то тайны, какой-то интриги, какой-то такой закрытой от вас, от ваших глаз закрытой какой-то ситуации. поэтому все может быть. Все может быть. И еще, знаете, вот у нас тут выпала карта солнца, она выпала на позиции событий в вашем окружении. Ну, какое-то такое яркое событие, радостное событие. Ну, это, знаете, может по-разному проиграться. Может, у соседей будет свадьба. И вас приглашать на эту свадьбу. Вполне возможно. Либо у кого-то из водственников будет событие такое яркое. Может, машину купят и вас пригласят обмыть ее. Ну, что-то вот такое. Ну, самое главное и самое важное, что вас событие это не расстроит. И, может быть, даже, скорее всего, порадует, и вы примите активное участие в этом событии. Ну, как активное участие? То есть, вот то, что я сказала. Вы это будете видеть, но это будет не с вами. Но можете участвовать в празднике. Да, в празднике. Либо, друзья мои, солнце также может говорить о том, что какую-то ситуацию, точнее так, что высветится истинное ну, лицо, что ли, вашего ближайшего окружения. Что вы раньше не видели? А вот в сентябре это вы можете увидеть. Это, знаете, как у любви бывает, да? Такой пример. Когда розовые очки, да, кажется, человек в одном амплуа. Когда розовые очки спадают, и, наконец-то, наступает нормальное такое зрение, и к солнцу вам освещает истинное лицо человека. То есть, вполне возможно, что вы увидите в новом свете своё ближайшее. Кого-то, не всех, а вот именно кого-то из вашего ближайшего окружения. Вот такой прогноз получился, друзья мои. Мои, такая погода в вашем доме будет, такие дела домашние у вас будут. Но, пожалуй, больше мне добавить нечего. Да и время у меня уже заканчивается. Ну, прогноз, я скажу, не критичный. Вполне такой житейский. Житейский. Как говорится, в пределах нормы какие-то проблемы, какие-то решения. Вот. Ничего такого критического абсолютно нет, страшного тоже нет. Всё жизненно. Так что я вам пожелаю, пусть у вас всё будет в доме прекрасно, пусть будет хорошая, солнечная погода в вашем доме, и пусть будут все дела домашние, так сказать, в норме, без всяких препятствий, препонов. Всё ладненько, всё славненько и всё солнечно. На этом я заканчиваю. Всех вам благ, счастья и до новых встреч на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok